В какой-то момент достиг 100 проектов, с которыми я говорил, и помнишь, ну окей. Приехал, начал встречу с главой офиса. Если мы не можем там визу сделать, то что мы вообще можем сделать как профессионал? В 3, в 5, в 10 раз выше зарплаты, чем McKinsey. Расскажи, как ты переехал в Америку, будучи консультантом? Сбоем. Ну, мне, с одной стороны, повезло, что был кризис в России по консалтингу, и была достаточно низкая утилизация у всех консультантов. И поэтому, в принципе, отпускали нормально, без боя. Обычно у тебя дефицит русскоязычных консультантов. Русский знает достаточно малое количество людей в мире. Я уезжал в тот момент, когда был профицит консультантов, потому что не было проектов. И, в принципе, Московский соотправлял, вот, пожалуйста, иди, развивайся и так далее. Тем более, я пропустил MBA, и не ездил. Но дальше у тебя есть, помимо того, что тебя отпустили, надо, чтобы тебя еще приняли. Вот это вот хороший вопрос. Конечно, хороший вопрос, интересный, потому что там есть свои особенности. Ну, во-первых, консалтинг здесь, консалтинг в Америке – это разные animals. Здесь это, наверное, лучшая карьерная траектория для молодого человека, или, там, девушки до 25-28. Ничего быстрее в плане обучения, финансов, не знаю, какой-то уверенности в рынке труда ты не найдешь в России, ну, или очень сложно. А, там, инвестбанки нас как-то почили в мир иной очередь пять назад, и с тех пор не вернулись тут, не реинкарнировались, а больше ничего нет. Финансового сектора в России, к сожалению, пока нет. Есть только коммерческие банки. А в Америке это не так. В Америке есть гигантский финансовый сектор, который намного больше, чем консалтинг по размерам, по объемам, по прибыли, по зарплатам, причем в разы. И, конечно, американцы, если у них есть выбор, они идут либо на спокойную работу, где получают чуть меньше, чем консультанты, но не сильно меньше. Либо на неспокойную работу и прорываются зубами в хедж-фонды, и все крутые местные ребята пытаются попасть в хедж-фонд условный, если это финансы. И, ну, там, в три, в пять, десять раз выше зарплаты, чем McKinsey. Ну, когда ты погнаешь из вот этого такого самовосприятия топового, что ты работаешь на лесной, молодец, ты попадаешь в Америку, а там ты такой, ну, ты молодец, конечно, но таких много молодцов. Там офисы в десятки раз больше, чем здесь по количеству народа. И, ну, ты не чувствуешь какой-то такой эксклюзивности. У тебя, прежде всего, там, по восприятию себя, то, что ты перешел в другую социальную страту, немножко спустился, до этого ты пытался карабкаться вверх, а тут и упал. А в другое окружение это сильно психологически давит. А второй момент, что это работает очень сильно на мигрантов, то есть мигранты очень сильно идут в консалтинг. Потому что консалтинг помогает с визами, консалтинг потом помогает с гринкартой. И для мигрантов это хороший дел. Ну, то есть, как бы, да, ты работаешь много, как там, условно, там, человек из финансов. Получаешь сильно меньше, но зато у тебя есть шанс здесь закрепиться. Это все-таки стабильная, престижная работа. И дальше делать, что хочешь. И компании это знают, конечно же. Они это тоже пользуются. Они тоже понимают, что, в принципе, у тебя альтернатив не так много. И, как бы, иди и докажи, что ты нам нужен. Поэтому нужно идти и доказывать всеми возможными путями. И это, конечно, такая интересная задачка. Она решаемая, ее решают. Супербыстрые и бурные карьеры у, в смысле, мигрантов из России или, там, Украины я не видел. Среди тех, кого я знаю. То есть, обычно первые, там, лет пять, они достаточно, ну, тяжко так пробуксовывают. Ну, ты фактически с нуля строишь свой бренд. Свою репутацию персональную. То есть, здесь ты, там, я три года проработал. Год больше или меньше. Если ты какой-то заработал имидж, позитивный, негативный, он у тебя есть. Люди знают. Там ты все с нуля делаешь, как будто только пришел, у тебя только на или на работу. Это был вызов. То есть, нужно было себя заново показать. Там, в России я управлял проектом, когда уехал. Здесь опять пошел какие-то Excel-чки делать. То есть, это все было заново. Все было по-другому. И с пониманием того, что из России ты думаешь, ну, если что, там, уеду, там, Америку, Европу. А здесь ты понимаешь, что ты, в принципе, из этой компании идешь, ну, конкурентом. Ну, это, в принципе, бессмысленный шаг. Поэтому левердж странировый репутацию намного выше. Но это, на самом деле, все тоже психологический барьер. Потом ты понимаешь, ну, окей, визы существуют разные. Грин-карта, может, не обязательно нужна. Или можно ее по-другому получить. И вот этот вопрос, он тоже, те, у кого он решается, они потом свободно занимаются всем, чем хотят. Ну, тебе грин-карту дали, значит? Нет, я грин-карту даже не подавался. И я не думаю, что я собираюсь это делать. Но это большой коммитмент. То есть, там, быть гражданином США, это не просто, там, быть гражданином как-нибудь странного государства. Тебе дали паспорт и не тщательно. А это определенный коммитмент. Это иногда другое отношение в других странах. И это совсем другая налоговая политика. То есть, ну, это не только самое главное, но там есть плюс-минусы, да? Там есть плюс, что, в принципе, будучи американским гражданином, а там, глин-карта практически уже гражданство, нужно просто подождать, ты, конечно, в некоторой степени более защищен. Ты знаешь, что там, если что за тебя, условно, там, группа спецназа приедет. Наверное. Хотя далеко не всегда так происходит. Далеко. Но, с другой стороны, у тебя пожизненные налоги, они достаточно высокие. То есть, общая налоговая нагрузка в стране ниже, чем, например, в России. Но тот факт, что за тобой ходят твои, там, 30-50% подоходного налога персонального, он, конечно, сильно заставляет задуматься предпринятием такого решения. Ну, и плюс, там, получать гражданство другой страны, это тоже такой очень выбор персональный. Но тебе нужно, где ты видишь себя. Я пока путешествую по миру, я не знаю, где я видишь себя. Может, я там на Кубе буду жить, условно. Разумно. Слушай, вот такой вопрос. Вот ты был в Москве. Успешный консультант, уже практически менеджер. Собирался ехать в Бостон. Там ты никого не знаешь. И как вот ты приехал просто и сказал, здрасте, я Антон, возьмите меня к себе на проект? По сути, да. То есть, ну, я был менеджером, потому что я делал. Я сначала пытался делать через все корпоративные процедуры, какие-то письма писал, какие-то бумажки, там, а-ля целое эссе, как бизнес-школа, почему мне нужно перевестись. Это все было, конечно, весело, забавно. СМС-ки, наверное, строчил, там, звонил. Да, ну, это было бесполезно абсолютно. То есть, я помню, я в какой-то момент достиг ста проектов, с которыми я говорил, и помнишь, ну, окей. И мне очень хороший совет дал мой друг, в Гладбусках, как вы с ним говорили. Ну, что ты, типа, не поедешь, не поговоришь. И я просто собрал сумку, на случайный полетел, действительно, время теряю. Полетел, приехал, начал встречу с главой офиса, с главой Head of Professional Development и, там, еще с парой партнеров. Говорю, вот я такой, мне нужно. Как бы, давайте решать проблему. Я готов. Как ты объяснил, что тебе нужно? Ну, у меня в тот момент были личные обстоятельства, по которым мне нужно было переехать. Но, честно говоря, они мало кого волновали. Не волновали они? Нет, они, скорее, больше то, что, ну, окей, чувак, хотите попробовать перевестись? Ну, можно посмотреть. И это было тоже долго. Они, там, ну, типа, сделал какой-нибудь проект. Я нашел себе проект. Сразу же в тот же день, сразу. Сколько там, готовый был на все, что угодно. И я на все, что угодно и пошел. Сделал проект. Они такие, ну, слушай, можем сейчас вопрос обсудить. У тебя только один партнер с тобой работал. Как бы, я бы на твоем месте еще с парочкой поработал за это все, еще с парочкой. Ну, еще она такая тянулась, тянулась. Они каждый раз, каждый этап постарались максимально затянуть. И я бы, с их стороны, наверное, ну, не знаю. Понимая их логика поведения, почему они так делали. Потому что пока тебя не перевели полноценно, у тебя, там, определенные визы интересные. Когда ты начал делать грин-карту, если тебе это интересно, там, виз, который тебя связывает с работодателем на все время, и ты не можешь менять работать. Поэтому, ну, там были свои приколы и заморочки. Но, по сути, да, я просто приехал возьмите меня в офис. Слушай, ну, даже с визой проблема. Ты приехал, там, по бизнес-визе, допустим. А как потом получить рабочую, чтобы делать проект? Слушай, ну, зависит тоже, там, абсолютно разное. В Америке, что хорошо, если ты что-то хочешь, то это обычно, ну, если это легально, по направленности своей, то это обычно можно сделать. Хочешь работу найти, ты ее найдешь. Ты хочешь какую-то карьеру построить, там, бизнес построить, ты это сделаешь. То есть, самое, с визами, там их штук 15, я не утрирую, разных абсолютно виз, начиная от какого-то там политического или не политического убежища, заканчивая разными видами рабочих и бизнес-виз. Поэтому тут у каждого своя ситуация. И, ну, там, например, очень я много видел ребят делать, о, один визу, потому что у них там есть публикации, какие-то научные работы и так далее. Но на самом деле это вообще не важно. То есть, ты просто приходишь к визу-лойер, рассказываешь свою ситуацию, он говорит, слушай, ну, это выглядит как? И дальше называют себя твою. Или если там тебе денег жалко, или ты считаешь умнее себя всех, ты там в интернете пытаешь что-то. Ну, McKinsey тебе помогли с визой? Все, что касается трансфера, как McKinsey принял решение, что мне нужно это делать. Ну, как со всеми процессами McKinsey у тебя нет никаких вопросов. Это все всегда делается, все всегда построено. Это то, чему мне, в принципе, фирма научилась, я восприлилажу в своей компании. Процессы, особенно back-office, они должны работать идеально. Если они работают не идеально, то если мы не можем там визу сделать, то что мы вообще можем сделать как профессионалы? Это вопрос решаемый. К счастью, в Америке не бывает практически ситуации, что у тебя отказ в визе, если ты все правильно сделал. Это прямо исключение. Вот там в Британии, я слышал, да, такие кейсы были, даже в Австралии были. США, Канада, если ты хочешь, если ты, в принципе, там не какой-то уголовник и все сделал по инструкции, главное по инструкции сделать, все нормально. То есть это не такая проблема. Самый крайний случай, который можно сделать, например, у меня супруга так делала, можно просто поехать учиться. Очень много кредитованных программ, после которых тебе даются, как после MBA, год рабочей визы. Ну вот год, а там ведь проблема, как потом закрепиться? Ну потом ты делаешь через работодателя, зависит от работодателя, кто-то делает сразу грин-карт, ну там технологические компании, Google, Facebook, они вообще часто даже, когда люди только подаются к ним, они говорят, мы вам сразу начнем грин-карт делать. Там есть такая процедура, когда ты говоришь, что вот такую компетенцию надо в локальном рынке не найти. Да, у меня брата так делали. Ну, слушай, там вот было бы желание. Слушай, ну просто я вот вспоминаю несколько примеров наших с тобой бывших коллег, кто учились там в Гарварде, там в других каких-то универах, да, и потом не получали визу и уезжали. Ну, смотри, я думаю, короткий ответ так, что, ну, не все вещи процедурные тебе иногда кажутся важными. Ну, то есть я могу легко представить, как можно не получить визу, просто ты, ну, ты до этого получал, ну, окей, все нормально, не обратил должного внимания, ну, есть еще вариант, когда тебе просто не повезло. Ну, не повезти, может, связать, кирпич нагло упадет, но в среднем просто то, что я вижу там по русскоязычной комьюнити в Сан-Франциско, люди абсолютно разные получают. То есть там люди, у которых какие-то сверхъестественные достижения и люди вообще без достижений и без какого-то биографии до этого, просто если они просто берутся за это, то обычно там, во всем случае, до последних изменений визы в законодательство все было достаточно гладко. То есть я не знаю лично примеров ребят или девушек, которые вот там все силы бросили на визу и у них не получилось. Такое, наверное, может произойти, но это в любой стране, то есть это риск вообще того, что ты как мигрант или там временный мигрант живешь в какой-то другой локации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова